После дождя лужа большая, ну я даже ни знаков ничего не вижу, ну я даже не думал, что это будет там яма. Вот, грохот такой, вышел из машины, валяется бампер, спущенное колесо. Ни знаков осторожно, ни тех, которые бы предупреждали о ремонте дорог. Почти километр центральной улицы Бобровки в огромных ямах. Неделю назад местный житель Самойл провалился в одной из них. Ремонт автомобиля обошелся в 30 тысяч рублей. Денег не было, пришлось занять. Чуть-чуть асфальт наклали, и остальные, вот смотрите, пожалуйста, дальше лежит. А здесь дети, самая главная улица, центральная получается. Школа, да? Школа здесь, садик там, вот сельсовет здесь прямо. Ну как ездят, что делать, я не знаю. Ну как нам быть? Возмущены все жители. Они в недоумении, как в 21 веке могут быть такие дороги. Поездим, вот так вот, подвески бьем, машины выробим, а лучше остается дело. Ну может быть все-таки пожаловаться? А кому? Кому жаловаться-то? Если яма повредила автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Лишь после этого можно получить компенсацию за причиненный ущерб. А жаловаться нужно в сельскую администрацию. Именно она отвечает за текущий ремонт дорог Бобровки. В этом году Дорожный фонд Края выделил на ямочный ремонт центральной улицы села около 100 тысяч. На эти деньги должны были отремонтировать почти 100 квадратных метров ям. Но ничего пока не сделано. Работа брошена месяц назад и с тех пор, по словам жителей, к ней не возвращались. В сельской администрации о проблеме знают. И объяснение у них всему происходящему нашлось незамедлительно. Нашей съемочной группе пояснили, что причина столь продолжительного антракта – дожди. Если погода нам позволит, мы закатаем сегодня, завтра. Сегодня, сейчас они ямы выдолбят, которые прольют бетоном. И завтра будет асфальт. Мы последнюю уже, мы четыре машины уже разложили. Завтра будет последняя машина. До улицы юбилейной мы сделаем. Сергей Иван Пилин заверил, что работы уже ведутся. Но мы, прокатившись по селу, не заметили ни одного автомобиля спецтехники. Так что предпосылок, что завтра местные жители смогут с комфортом прокатиться по главной улице села, по-прежнему нет. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.